Так сложилось, что в детстве я очень часто болела, и большую часть детства провела я в больнице. И, честно говоря, всегда, когда я лежала в больнице, я замечала то, какие дети грустные. Об этой странице своей биографии Анастасия Нечипорук говорит неохотно. Девушка знает не понаслышке, как трудно больным детям искренне улыбаться и радоваться каждому новому дню. Желание помочь таким мальчикам и девочкам привело Анастасию и ее коллег, студентов Брестского государственного университета имени Пушкина, волонтерский отряд больничных клоунов. Белорусский Красный Крест реализует уникальный проект «Няня вместо мамы». И у нее очень большая нагрузка. У нас возникла идея создать волонтерский отряд больничных клоунов, обучить. Уже прошел ряд цикл тренингов, обучающих, на которых обучили волонтеров Красного Креста больничных клоунов, и которые будут ходить. Идея создания такого объединения принадлежит Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Перед тем, как приступить к своей деятельности, юноши и девушки прошли комплексное обучение. Мы их обучаем актерским навыкам, обучаем психологии больничного, вообще больницы, психологии ребенка, находящейся в такой сложной ситуации. Рассказываем, как нужно себя вести, рассказываем каким-то правилам, обучаем игровым приемам, вообще способам работы с детьми. Своебразным итогом учебы становится экзамен, который проходит не в аудиториях и кабинетах, это выступление перед малышами. Веселые игры, конкурсы, викторины. Каждое задание подбирается с учетом возраста ребят и их психологического состояния. Спасибо большое клоунам за поднятие настроения. Все на позитиве, все довольные, дети веселые. Очень хорошо, очень здорово, что действительно такое есть представление. А то, что клоунам удается покорять детские сердца, подтверждают их многочисленные рисунки после визита, на каждом из которых улыбающиеся лица. Значит, главная цель – подарить тепло, и радость достигнута.